Салем Казахстан, Салем Башкирия, Башкортостан, Россия. Мы сегодня в эфире с Альфией Узенбаевой из Башкортостана, из восточной части и из юго-восточной части Башкортостана. Альфия, ты сама откуда там сейчас? Юго-восток, это город Сибай, республика Башкортостан, на границе Челябинской и Оренбургской области. Это некая территория Ногайской Орды. Ну, по такой этнодемографической структуре республики, это, скажем так, самая жирная, самая такая супер-башкирская часть этой республики. Со своими богатыми традициями, такими сохранением своих родовых традиций, истории, отношения ко всему башкирскому. Вот давай мы сегодня поговорим вообще, в принципе, о отношениях России и Казахстана, внутренней структуре России. Давай друг другу зададим вопросы, посмотрим, какие есть вообще, в принципе, вопросы у зрителей. И накопившиеся вопросы давай попробуем озвучить и попробуем раскрыть эти тематики. Вот тебя какие вопросы интересуют? Ну, меня не то, что интересует, меня беспокоит на сегодняшний день разделение России на 14 экономических кластеров. И куда Башкорстан попадает почему-то в кластер Самара, Оренбург, Пенза, Ульяновск. И почему-то мы отдельно от своих челябинских и курганских башкир они попадают в другой экономический кластер. То есть это нас разделяет еще больше. И мы уже начинаем выражать недовольство этим. Нам это не нравится. Мы считаем, что это еще больше пропасть. Это не понимание. Ну, это, конечно, это диверсия на разрыв башкирских отношений. Как бы Кремля, да? Какой-то башня Кремля. Подавление из попытки стереть идентичность башкирского автохтонного народа Урала. Причем я тут сразу немножко сказала про Ногайскую Орду, да, затронула. И Челябинская область, она же тоже относилась к Ногайской Орде. Поэтому там азиатность башкира и идентичность, она такая же кондовая, как у нашей юго-восточной башкир. Поэтому нам это очень... Не хотелось бы потерять вот такое наследие башкирского. Ну, вообще, в принципе, они пытаются, мне кажется, вести вот Путин конкретно со всеми московскими башнями. Я думаю, там все башни, они все заодно в плане ликвидации каких-либо автономий, которые были созданы еще при Ленине, которого Путин все время при каждом упоминании проклинает. Но это все означает его обратное возвращение к Русской империи, к имперскому сознанию, к имперской государственности, где нет никаких автономий, где есть только Казанская губерния, где есть Уфимская губерния и так далее. То есть вот такой Жириновская шевернистический подход. И вот эти кластеры, это не что иное, как попытка создать супер губернии, в которых автономию ликвидируют, и Башкирия будет просто частью там под названием кластер, частью такого Пенза-Оренбургско-Самарско-Ульяновского кластера. То есть в принципе цель понятная. То же самое по Татарстану, по Удмуртии, там по другим республикам, по Волжье, Сибири, Кавказу будет примерно то же самое. Вот я думаю, что цель примерно такая. Ликвидировать вообще автономии. Шесть автономий ликвидировали в 2005, 2006, 2007, 2008 годах. Теперь потихоньку сейчас, с учетом новых суперполномочий после первого июля, которые сделали через недельное голосование со всеми фальсификациями, теперь будет сейчас второй этап борьбы с автономиями. Начнут Чукотку ликвидировать, такие маленькие республики, Долгана-Ненецкая, Ивенкийская, Ханты-Мансийская, Ненецкие в Архангельской области. И потом потихоньку начнут уже крупные там Коми, Удмуртия, там Мордовия и так далее. И доберутся до вас. Вы не будете, я думаю, первыми, но я думаю, что они будут это делать шаг за шагом. Каждый год по 2-3 республики. Я не знаю, там у них сколько времени будет, с учетом экономических проблем. Но вот Путин, я думаю, еще будет экспансию проводить не только на республике внутри России, но еще и на республике за пределами России. В частности, на Казахстан. То, что он сделал с Крымом, у него долгосрочная сдача сделает и с Казахстаном с Северным. Поэтому многие русские шовинисты в России будут рукоплескать Путину и будут терпеть задержки зарплаты, низкие доходы, какие-то проблемы. Они будут все терпеть. Какая-то часть есть. Наверное, 30% русского народа будет поддерживать Путина по Северному Казахстану, по другим таким военным агрессиям изо всех сил. Вот такая вот ситуация. То есть вы переживаете, что это может быть Россия нападет на Казахстан, да? Я так понимаю? У меня уверенность, что Путин это поставил уже в план. Но еще 20 лет назад поставил в план. И просто он к нему поэтапно идет. Вот у него был вопрос из Грузии. Решил вопросы с Украиной. Он решил в 2008 году Грузия, 2014 год через 6 лет с Украиной. После этого прошло еще 6 лет. Он влез в Сирию и в Ливию. Ну, в Казахстан влезть уже получается... Какие проблемы? Если он уже в Африку влез, куда дальше уже влезать? А здесь рядышком Казахстан, который не имеет охраны, не имеет армии от Астаны до Омска, не имеет никаких приграничных батальонов, бригад, полков. Думаю, как бы получается, Казахстан сам приглашает ко вторжению. «Заходи не хочу» называется. Ну, мне кажется, вы преувеличиваете в этом плане. Почему? Потому что я сама в 90-х годах еще была в Казахстане, будучи девчонкой, да, мы катались с родственниками. И тогда уже китайцы уже к вам заходили, да, то постепенно к вам зашел Китай. Китай на сегодняшний день ваш и партнер по бизнесу, и союзник. И мне кажется, он не даст вопрос наоборот. Ну, смотри, я просто тебе приведу пример. Например, наверное, в США не меньше, значит, в мире, чем Китай. В 2008 году Россия ввела войска свои, значит, в Грузию, в Абхазию, в Осетию, даже при том, что в том же году, перед этой войной, Грузия и США проводили совместные учения. То есть, несмотря даже на это, Китай у нас совместные учения в Казахстане не проводил и не проводит. В этом отношении российского военного присутствия в Казахстане гораздо больше. У нас есть Байконур российский, у нас есть множество артиллерийских ракетных полигонов на Балхаше, на Жайке в Западном Казахстане, на Урале. У нас множество воинских частей, даже авиаполк есть в Кустанае. У нас 8 тысяч солдат и офицеров российской армии в Казахстане. Но из них одна-две бригады спецназа ГРУ замаскированы под охрану Байконура, испытательных полигонов и так далее. То есть, в этом отношении у Путина, с учетом громких заявлений, которые я тебе сказал, за два дня до военного парада 24 июня, он открыто говорит, это наши земли. И мы их скоро вернем. Я не знаю, в этом плане Китай, будет ли он яростно защищать, еще неизвестно. Потом еще, не забывай, помнишь, Советский Союз в Германии договорился, Риббентроп Молотов, пакт был. В принципе, Путин может как-то договориться с Китаем. Я тебе там не мешаю, а ты мне здесь не мешай. Так что слабый Казахстан это проблема для казахов. Это решает на уровне правительства, нас никто не спросит, естественно. Если они сделают, это сделают. И могут башкир, тех же самых татар, послать в составе батальонов на Казахстан Северный? Запросто. Запросто. И в этом плане, как бы, даже русские или татарские народы ничего не решают в России. Решает только один царь. Мы все находимся под... В этом плане, да, в этом плане проблема. Вот, так что я думаю, что у татар, у башкир, у карачаевцев, у якутов в России с ликвидацией автономии такая же проблема, как у Казахстана, который может потерять свои территории, может быть даже свой суверенитет. В этом плане мы снова оказались в одной лодке башкирия-казахи. Мы можем оказаться в лодке типа СССР, да? Ну, нет, в том плане, что вы потеряете автономию, а мы потеряем суверенитет. Вполне возможно, что, представьте, Северный Казахстан окажется в составе России. Это будет такая же губерния, как у Фимской или Казанской губернии. В этом плане, да. Я знаю, по этим картам, если посмотреть, вот коридоры, да, которые вы сказали, Кустанай и Активенская губерния, по этим коридорам же пойдет Великий Шелковый Путь, один пояс, один путь. Поэтому в Мишане, как бы... Ну, а почему... Нет, а Китая какая разница? Китая, главное, чтобы поезда не останавливались на этом пути. Для него самое главное, чтобы китайский товар от Пекина до Варшавы дошел благополучно. Если Россия скажет, вот мы отбираем землю, но китайские поезда будут идти как часы и даже более быстрее, мы отремонтируем пути. И еще второй момент. Помнишь по поводу Оренбургского коридора между Башкирией и Казахстаном? Ну, наверное, Россия заинтересована в том, чтобы этот коридор не сужался, а расширился. Чтобы, получается, коридор состоял не только в Оренбургской области, а еще и в Кустанайской области, в Североказахстанской области. Тогда коридор будет широкий. Еще раз, это решаем не мы. Во-первых, во-вторых, русские шовинисты, наоборот, против строительства вот этой дороги, один пояс, один путь, они на местах, мы видим даже губернаторы, они из-под тишка все делают, чтобы он не состоялся. Это нужно больше для азиатов, для башкиров, чтобы мы были немножко ближе к своей Азии. Почему? Потому что элементарно даже, и вот моя внешность не нравится, например, вот, ну, там, соседке русской женщине, да, то есть она может меня чуркой обозвать, да, то есть, если даже это внутри Башкирии, да? А? Колбиткой. Она может, то есть, может обозвать, да, а если пойдут пути и будут сопутствующие, ну, вот эти поезда, пока будет строительство, тут будет шовинизм, да, то есть они не дадут строить, поэтому, если говорить... Нет, я с тобой не согласен. Знаешь почему? Потому что, смотри, для России будет выгодно, что огромный трафик идет не там, не по морю, там, не через Индийский океан в Европу, там, не через Красное море, а будет идти через Россию, и за это Китай будет платить большие миллиарды. Это думает предприниматель, так что это выгоднее. Вот местное население, это этнические русские, они очень против. Подожди, подожди, ну, те же самые, скажем так, новорусские области, да, там, такие, как Челябинская, Омская и другие области, они могут, если, в принципе, им Кремль скажет, вы будете с этого иметь 5%, вот вы имели 3%, а теперь будете иметь 5%, те же самые новорусские области, Омские, Челябинские, Курганские, там, Оренбургские, они будут молиться, они будут говорить, вот, это классно, теперь мы за, теперь мы за. Вот нам дали барскую подачку 5%, теперь мы за. Если вы нам дадите еще 1%, мы будем ноги целовать этому одному пути, одному поясу. Ну, во-первых, барские подачки не доходят до населения, население как нищенство, так и нищенство, лет 30, да, то есть им уже, в правительство вообще никто не верит. Ну, понятно, ну, а вот представь, что Кремль чуть-чуть увидит негодование, да, и скажет, ну, вот вам еще 1%, только заткнитесь. Ну, им проще, наверное, как-то ликвидировать, как пару человек, чтобы по каким-то стадиям на долгий страх. Репрессии, да, да, в этом плане, типа фургала, вот появился фургал, там, какой-то, этот, выскочка, губернатор, да, голову отсечь, нам нужен свой единороссовский губернатор. Согласен, репрессии будут. Вот смотри, что интересно, ведь его сняли буквально через 10 дней после 1 июля. Вот он только получил сверхполномоченность, сразу секир башка. То есть в этом плане я с тобой согласен, репрессии это дешевле, чем платить деньги регионам, легче секир башка. У нас так и происходит, я вижу, поэтому я и говорю. Да, я с тобой согласен. У нас пример перед глазами. Кстати, я тебе хочу показать карту, значит, попробовать сделать, чтобы ты увидела это. А, подожди, так, а что я, так, вот карту видно? Да. Вот, вот смотри, здесь я для зрителей показываю карту, где фактически речь идет о том, что вот Россия разделена условно на три цвета. Это вот синий цвет, где речь идет, это старорусские территории, Москва, там, Рязань, Тула и так далее. Красные, это вот новоприобретенные. Пока была, там, Хабаровы захватывали, там, Якутские земли, там, Бурятские земли, там, Нанайские земли. То же самое вот на Кавказе, по Волжье. А зеленые, это вот современные республики, там, Якутия, там, Бурятия, Татарстан и так далее. Ну, вот смотри, вот тот самый, про который мы говорили с тобой, Оренбургский коридор. Вот он, видишь, очень узкий между Казахстаном и Башкирией. И вот есть интересный второй коридор между Комией и между Поволжью. Тут, видишь, проходят две области, которые почти друг к другу не соприкасаются. Это вот Кировская область и Пензенская область. Практически, тем более между ними нет вообще никакого железнодорожного сообщения. Вот такая структура, в принципе, показывает очень многое вообще о сущности Российской империи, Русской империи. Вот еще что интересно. Вот эти зеленые территории, большие, они находятся в зоне тундры, в зоне Крайнего Северного полюса, в зоне тайги и непроходимых практического пространства, не имеющего по широте широтные железнодороги. То есть все проходит по очень узкой красной полосе. Здесь проходят все железнодороги. Вот, грубо говоря, от Коми до Чукотки никаких дорог нет. Проехать невозможно. Поэтому все спускаются вниз и потом по Транссибирской железнодороге едут, условно говоря, до Хабаровска, а потом могут подняться и то не по железнодороге, а подняться через Охотское море по водному пути кораблями. То есть в этом плане 70-80% территории России, оно не обжитое и не имеет никаких транспортных коридоров. В этом плане она очень слаба. Она на самом деле собой представляет только красную часть страны. И она очень узкая. И возвращаясь к тебе, Альфия, мы видим, что на самом деле у России очень интересная такая структура, не очень жизнеспособная, скажем так. С учетом тундры, тайги, непроходимых вот этих всех пространств без каких-либо дорог. Я сегодня даже прочитал вот эту между Кировом и Пензой. Там настолько разбитая дорога, что машины едут через вот эти все ямы со скоростью 20 км в час. То есть в принципе у России при гигантских расходах на военно-воздушные силы, на военно-морские силы, на Сирию, на Ливию, на что угодно, на все свои коридоры у нее на самом деле даже денег не хватает. И экономика вся в полуупадке. И промышленность по сравнению с Советским Союзом за 30 лет очень сильно упала. Но все в то же время шовинизм ее толкает на агрессию, на захваты. И это очень большая проблема для нас, как для соседей России. Шовинизм поспитывается от Русской Православной Церкви, сразу говорю, потому что они собираются там. Ну в церквях, храмах, идет проповедь, да. Ну то есть для меня это вообще штабы для продвижения русского мира, да, как бы вот. Ну знаешь, вот Путин недавно же, знаешь, что написал? Он написал недавно статью про Вторую мировую войну. И он написал, что почему Гитлер нападал на другие страны. Потому что он говорит, после Первой мировой войны Германию оскорбили, унизили Версальским договором. И точно так же сегодня Россию оскорбляют, унижают тем, что у нее забрали после 1991 года очень много русских территорий. И он фактически намекает на то, что Россия находится в таком же положении, что Гитлер тогда. И вот получается, вольно или невольно Путин себя сравнивает с Гитлером. Сравнивает с тем, что Россия имеет обиженное, оскорбленное состояние, которое она должна как-то компенсировать, вернув силой свои русские территории. Точно так же, как говорил Гитлер по отношению к Австрии, западной Чехии, к части Швейцарии, к части Дании, к части Франции, где была Лотарингия и Эльзас. То есть в этом отношении Путин, как это ни странно, почти откровенно говорит о том, что он понимает Гитлера. Ну, Ермяк, давай так. Москва – это вообще отдельное государство от России, скажем так. Тем, что олигархи в Кремле – это вообще не от мира сего, это не сама Россия, это не глубинное государство, это не мышление глубинного народа. Например, они, если не знают, с какой стороны коровью подойти, чтобы подойти элементарно, они просто знают пойти купить, если магазин не закроется. А если магазин будет гореть или молоко им не поставят, они просто, я не знаю, чем они будут кушать. То есть мы вот, надо понимать, Россия, она не однородная сама по себе, это вот Европа, вот как Евгения Альбац 10 лет назад, по-моему, еще на эфире «Эхо Москвы», она сказала, что вообще в Москве достаточно территории до Поволжья, чтобы прокормиться в Москве, вот они вот европейцы. То есть она же ассоциирует Россию якобы, а ты тоже так, это Европа, но другая Европа, да, то есть, а мы вот, возьми, мы вот азиаты, да, по Волжье мы все азиаты. Мещарь и азиатское мышление, да, вот татарь и азиатское мышление, но они, конечно, либеральные очень такие вот, ну, заносчивые, да, Москва-то их 500 лет уже по ним, ну, с ними. Ну, мы вот башкиры, особенно Юго-Востока, мы вообще фондовые азиаты, да, и с нас это не вышибешь, по-моему, никаким образом, да. И поэтому говорить, что вот Путин говорит то-то, и все его поддерживают, это, ну, даже вот если старики наши не поддерживают, да, если не понимают политических векторов, да, они просто промолчат. А молчание, это еще не говорит, что да, все за... Ну, они сопротивляться не могут, потому что вся сила у царя. Ну, да, сегодня, наверное, так. Более того, вот этих всех несогласных Путин может загнать в армию, отправить на войну, и они как безропотные пойдут на войну и погибнут на этой войне, сознавая все время, что они несогласны, там, с войной, с Путиным. Если они пойдут, это уже не мои же проблемы, да, если они не борются за свою жизнь, я же не буду за них бороться, да, то есть немножко соображать. Это же, он может любого загнать, любого. Так и происходит сегодня, сейчас. Если, например, забирает ребят в армию, да, и в армии потом, вот как с сибирским татарином обошлись, да, татар, он там только 8 человек положил из-за того, что хотели вот его там унизить, да, он не дал унизить. Это же был еще такой же случай с Латышом, да, в начале 90-х. Там тоже 8 человек он положил, чтобы хотели изнасиловать парням в армии. То есть вот это стирание идентичности народов, да, что в СССР это было, да, что в Российской Федерации сегодня. В армии это практикуется вот таким насилием, да, над мальчишками, чтобы забыли. Ну, то есть ты чурка, ты никто там и все остальное. А ну это позволяет офицеры же. Да. Значит рыба гниет с головы, и политика такая идет, на унижение, и чтобы ты стеснялся своей идентичности, чтобы ты стеснялся своей внешности, да. В рекламах у нас нет тюркских лиц, ведущих у нас на федеральных каналах нет внешности тюркских женщин, да. У нас... Вы помнишь, одна якутка и исчезла. А, бурятка, да, по-моему? Или бурятка. А потом у нас, если выставляют каких-то женщин, да, там снимаются, ну, интервью берут, да, почему-то не берут у нас красивых тюркских женщин, а берут там, ну, среднестатистическую такую женщину, да, и еще поставят, ну, с ракурса такого снимут, да, что все там, она все азиатка, значит, она некрасивая, значит, это некрасивая. И наши девочки начинают стесняться, начинают обстечить волосы, да, там, красить, голубые линзы начинают. Так, красовать. То есть европейзации, вот. Становятся блондинками. Да, стараются выходить за славян ребят там, ну, за русских замуж, да, там, то есть у них, они стесняются своей идентичности, да, вот, то есть, как бы, это политика и пропаганда только вот европейской. Европейский внешности, то есть ты должна быть в Европе полностью, да, то есть ты должна детей тоже сделать, чтобы европейцы им были. У меня ребенок похож на вот этого, кто-то ТНТ ведет в Камеди Клаб, Азамат Магомбетов, что ли? Да, казах, по-моему, с Астраханской области. Да, 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 вот он. То есть у меня проблема пройти границу, на Орской границе, да, то есть у сына ярко выраженная азиатская внешность, а у младшего у меня европейцы, у него проблемы с казахской границей. Страшно, родной ребенок, не родной, ну, то есть элементарно такие вещи, да, ну, мы азиаты, мы живем, мы пашкиры, живем на Урале, да, это самая такая середина, да, мы европейской внешности, азиатской внешности, да, но это не внутри, мы азиаты. И то, что там говорит Москва, да, это не все воспринимается и не все воспринимается, то есть есть какой-то там царь наверху, да, есть и есть, ну, слава богу, есть, хоть кто-то есть, то есть мы можем не воспринимать. Смотри, Альфия, вот когда были и сейчас идут же волнения, митинги в Хабаровске, в Хабаровском крае, а меня знаешь, что удивило? Меня удивило, что многие кричали «Москва вон», «Москва убирайся», то есть они, вот, это мне очень сильно напоминает Америку, когда в 18 веке, когда она отделялась от Великобритании, от Британской империи, они же разговаривали на одном языке, на английском языке, у них был одинаковый менталитет европейский, английский, но между ними была пропасть, что одна Англия грабила другую Англию, новую Англию грабила, экономически, деньгами, налогами и так далее. То же самое здесь получается, Москва русская грабит русский Хабаровск, грабит другую часть русского народа, и та уже недовольна этим, там, по налогам, по экономике, по губернаторам, по своей демократии, по независимости, она ни в чем не может сделать свое «я», Москва у нее все отбирает. До такой степени, что уже у меня в голову никогда не приходила мысль, чтобы на Дальнем Востоке, в Хабаровске, могут когда-нибудь сказать «Москва вон». То есть они себя, вот как ты говоришь, они себя не олицетворяют с Москвой, с Россией, они для себя считают, что вот мы на самом деле независимы. И еще один такой очень интересный момент. Вот по Уралу, вот это Евгения Альбац когда говорит, что могут расколоться Россия, распасться на две части, на европейскую Россию, на азиатскую Россию, это могут быть две страны даже, Ну, по сути, смотри. Я вот сейчас один факт скажу, ты сейчас запомни свою мысль. Меня удивило то, что на Дальнем Востоке, понятное дело, что там продают эти автомобили японские, да? Но меня удивило, что в Хабаровске практически нельзя найти машину с левым рулем, с европейским рулем. Там все машины с японскими рулями, с правой стороны. То есть они вообще уже живут полностью экономически не с Москвой, а с Японией, с Китаем, они полностью с Америкой живут. И для них это уже как бы уже другая цивилизация, другой мир. И они уже отучаются шаг за шагом от Москвы. Для них, грубо говоря, Лос-Анджелес, Калифорния, Япония, Хоккайдо ближе, чем Москва. То есть они стали китайские. Там японизация, да, получается, да? Японизация, можно таким словом сказать. Получается, они экономически отделены уже от России. Такой анекдот вспомнила. В Алабуфе приезжал какой-то еврейский политик, я не помню, как зовут его. Мы входили, и когда поднялись темы тоже экономических кластеров, он проводил лекцию в столице Рисунки Пешкустана. Там собралась. Ну, там, по-моему, еврейская присутка была интересная. И озвучен был анекдот. Если будет, вдруг пойдет распад СССР в дальнейшем, да? СССР же был, сейчас его же нету, как распался же. А если будет СССР в дальнейшем, если Хабаровск будет уходить к Японии, и говорит, кто будет недоволен? Японцы. Почему? Потому что японцы хотели бы Хабаровск, наверное, на себя видеть. Ну, то есть он так... Почему будут японцы недовольны? Ну, сами понимаете, узкий менталитет. А, ясно. Ясно. Америка ведь отделялась. Они же были оба на английском языке, понимаешь? Вот в том-то дело, менталитет полностью. Это были переселенцы из Британии. То есть в этом отношении у меня это очень сильно бросилось в глаза. Вот в Хабаровске кричат «Москва вон!». Во-первых, кто такой Фургал, да? Фургал – это муссирует будущий преемник Жириновского. То есть кто кричал за Фургала, кто выходил, там же нет этнических представителей Хабаровского края, согласитесь. Там же были все, это как бы, опять, европейские лица. Да. 20 тысяч. Во-первых, плюс бизнес, да? Наверняка какой-то материальный ресурс был задействован. В-третьих, ну, естественно, у нас Жириновский тоже красивые вещи. Говорит, и он домохозяйкам там сколько и зарплату предлагал, и это. И каждый побитый мужу. Ой, это да. Это у нас тоже было. Поэтому сказать, что верить Фургалу, а если он, получается, будущий преемник Жириновского, то на следующий выборах, он, естественно, это уже будущий кандидат на должность президента Российской Федерации Фургал. То есть тут столкновение интересов, и то, что его убрали, это вот... Конкуренты. Ну, я бы на месте Путин, наверное, тоже так поступил. Ну, да, с учетом того, что Фургал показывает всей России, что он может навести порядок и сделать свой край конфеткой, то почему бы не сделать ему Россию? То есть в этом отношении два шовиниста, два шовиниста, ЛДПР и Путин, они в этом плане конкуренты на одном поле. Ну, по крайней мере, Путин так не высказывается, в части, как в Жириновске, да, слеп татар-башкиров. Ну, в отношении... Но своими делами, ликвидацией части автономии, своей агрессии, он делает то, что говорит Жириновский. Я все время в Казахстане говорил 30 лет, что у Жириновского на языке... А, что у Путина в голове, то у Жириновского на языке. Ну, в то время был Ельцин. Ну, да, это преемники. Преемники? И с 2000 года, получается, 20 лет, да? Ты тут сказал по поводу разделения, да, европейской части России, да, по Альбатской и вот азиатской части, да? А сто лет назад был подписан договор Башкурдистан, соглашение, да, между правительством, рабочей крестьянкой и правительством, да, который подписал Ленин Сталин, да, и Ахлинахимов Ленин. Да, Валидова, это правительство Башкурдистана было, да? Вот как раз она и была, разделение, да, исторически Башкурдистан, куда входили, и Татарстан, часть Татарстана, да, то есть, когда они трогали, Татарстан, Курган, Перин, это Челябинская область, Свердловская область там, Самара, и вот, то есть, вот это вот Азиатская, то есть, подписался договор между двумя этими государствами, хотя бы, что сам самым, вначале, он первый образовался, не же, на два года раньше, чем вот прайцы Ленина и Сталина, да, то есть, и еще хочу сказать, договор-то никто не отменил. Правительство Ленина и Сталина было уже тогда, в семнадцатом году, ты имеешь в виду, наверное, на два года раньше, чем Советский Союз? Советский Союз в двадцать втором году образовался, а получается, Башкирия образовалась самая первая среди всех вот этих автономий, по-моему, в восемнадцатом году. Сначала в семнадцатом. В семнадцатом, потому что... В семнадцатом году Башкирия, наверное, не успела. В восемнадцатом году. В восемнадцатом году если договор подписался, или... Ну, короче говоря, там, в какой-то газете даже есть документ, что рисунок там образовался раньше, ну, то есть, по годам там выходит раньше, просто это никто не озвучивает. Вот эту мысль хотел сказать, да, договор никто не отменял, как таковой, и, смотри, по законам, по законам войны Великой Отечественной... Ну, давайте Великой Отечественной войны, да? И вот я, конечно, не военный делал, не изучал, но смотри, если была во вторая Великая Отечественная война, да? Как раз, карня взяла Берлин, да? А почему они не обозвали Берлин, вот, Сталинбург там, или Джугашвили, например, да? Закон войны изданы мирно, почему здесь такой город Калининград? Ну, раньше он был Кениксбергом. Нет, а это же Берлин взяли, там, где стоял. Получается, кто выиграл, то я вообще не понимаю, что и сейчас, мне кажется, а то, что ты сказал, что сравнил с Гитлером, да, вот, я не знаю, кто, кто, чей-премнику уже тут историю, по-моему, переписывать, нужно по-новой, и, у нас, по-моему, покажу, твои, твои, твой Валидов, что сделал, сейчас попробую, вот, в принципе, эта карта Валидова, видно, да? Угу. Ну, вот, он предполагал, вот, такие границы, здесь, отчасти, Оренбургской области, как раз? Нет, столица, они же подписывают договор, как раз в Оренбурге, она предполагалась, как столица, Башкургистан, нет, здесь, это граница Валидова, это получается, он здесь, без Оренбурга взял, нет, это же неправильно, потому что, военный день, проходить, как раз в Оренбурге, и в Самаре, ну, понятно, вот это опубликована карта, как карта Валидова, гораздо больше, чем сегодняшняя граница Башкургистана. Да, но это не совсем правильно, потому что там уже, даже в фильме про Бабича, там уже показывали, показали, что события происходили в Оренбурге, там, фильм Бабич, который, можно сказать. Вообще, в принципе, понятное дело, что по отношению к другим народам, у русских, наверное, меньше всего должны быть претензии в отношении чужих территорий. Чаще нужно эту карту показывать. Тебе видно? Да, я вижу. Вот, в этом отношении, когда русские говорят, вот это исконно русская территория, вот это русская исконная земля, тогда не забывают, что это все захватывалось у других народов, отбиралось, как мародеры отбирали, и у казахов, и у бурятов, и у якутов, и у башкир, и у вот этих малочисленных народов, там, тунгусов, эвенков, нанайцев. Защиту русских друзей могу сказать, то, что у нас даже есть русские, которые принимают ислам, выросли в деревнях, приняли ислам, женились на башкирках. Один процент может быть. Да, единицы. А с другой стороны, смотри, это только у русских один процент, да? Зато можно насчитать десятки процентов, может быть, 20-30 процентов татар, башкир, якут, бурятов, которые берут себе русские имена, которые отказываются от собственной религии, от собственных традиций. То есть процент у коренных народов по русификации в десятки раз больше, чем среди русских, которые уходят от своего православия в ислам и так далее. Ермек, вы немножко далеко от России живете, ведь тем более азиатской части России, да, у нас немножко другие видения, тут пошел уже подзор. Скажи пример, приведи. Две церкви сгорели, да? тут Ирдоган, да, Аль-Стофию переименовал мечеть. Да. Вы не представляете, как тут тюрки, мусульмане, тут даже Башкири очень рады этому Ирдогану, очень, это событие, это очень, ну, воодушевляет их. Они друг друга поздравляют на мероприятии, когда встречаются. Я немножко не понял вообще эту тему, ведь она же вообще по сути превращена в мечеть уже давным-давно, лет 500 назад фактически. Сегодня произошло всего лишь формальное переименование того, что уже есть. Она чем важна для русско-православной церкви, да, и вообще для славян, потому что князь Владимир, который в крещении Руси, помните, историю и вот он выбирал веру именно в этой храме. И то есть это получается как-то их немножко подсознательно побили. Исторически сакральное. Вот, вот, и поэтому Эрдоган сделал такую вещь, это, ну, даже, кто даже не верующий, по-моему, мне кажется, будет оплатить тюрк, не даже не верующий в это тюрк, ну, в мусульманство там, да, он будет аплодировать Эрдогану стояк. Я, в принципе, атеист, для меня, знаешь, здесь больше, как это, какая-то больше межрелигиозная войнушка идет, кто кому нанесет больше ущерба, но в этом плане оно, наверное, не имеет такого большого значения, чем если бы Башкирия освободилась бы и создала бы свою национальную государственность со своей армией, со своей политикой и так далее. Это для меня более важно. И как это сделать, чтобы русские освободились от своих автономий, дали им свободу, чтобы Китай освободился от своих автономий, дал им свободу. Вот это для меня более важно и это меня больше беспокоит. Мне бы хотелось увидеть при своей жизни Башкирскую независимую республику. Вы, по-моему, увидите ее. Дай бог, чтобы это случилось. Во-первых, я вам скажу, что как бы кто бы ни говорил, да, вот этот Евгений Альпы, нам хватит земель по Волочи, там это мы против соединения, мы за целостность. Вот лично я, вот я и моя группа, мы за целостность. Россия за Урал, вообще Владивосток, сам Шойгу, муссируется Красно, как Красно, Господи, Омск муссируется, Новосибирск, Красноярск. Вы поднимали еще темы Екатеринбург, Жириновский, но Екатеринбург, он географически неудачный для столицы, поэтому больше всего в этом плане выигрывает Омск. А вообще это в идеале, конечно, географический центр, да, то есть переместить столицу России в географический центр. И Омск больше всего подходит. Ну, как бы, и мы тут рассчитываем, что на Оск переносутся, а вообще идеально, конечно, в Астану, или на Султан, да. Это было вообще идеально. Но это означает присоединение Астаны к России. Ну, тут уже не мы решаем. Да, да, но это будет война, я думаю, что это будет очень большая война. сегодня я вот... Они хотят СССР, это будет как раз СССР, только в перенесенной столице. Те хотят вот СССР. Ну, в любом случае, какой бы город не переносили, там, в Омск, там, Челябинск, там, Новосибирск, это же вопросы еще и вопросы казахских территорий, казахских кочевий, там, то есть, в принципе, это все равно будет интересно для казахов, ну, потому что это ближе к нам и потому что это казахские земли, там же все названия речек, ущельев, там, Ложбин, все казахское там, поэтому это все родное. Вот такая у нас история. Я вот думаю, что на днях я попробую сделать лекцию по поводу коридоров русской империи, про которую ты читала, я ее давно написал, уже больше 20 лет назад. Мне было тогда 30 лет, 29 лет было, я ее написал. Ну, вот я думаю, что она будет интересна для многих в России, многое утекло, но я посмотрел эту статью сегодня и, как это ни странно, эта статья очень актуальна для Казахстана, особенно актуальна сегодня. В свете вот этих всех агрессивных заявлений. Там, знаешь, какой я делаю вывод? Вообще, я тебе сейчас покажу по этой статье, что там интересного. Ой, можно ли... Так, наверное, я сейчас не найду. Да, я могу сейчас попробовать найти. Вот сейчас попробую найти. Вот она, шоу я. Вот смотри, какая интересная вещь получается. Такое есть был, он умер, Вадим Цимбургский, геополитик российский. Он вообще строил, как бы, анализировал, анализировал структуру России таким путем. вот есть как бы ледовитый океан, есть, вот оно, Тихий океан, и вот есть Южная Дуга с Черным морем, с Каспием, там, с Байкалом и так далее. Есть четыре угла. Вот Владивосток с Хабаровском, это один угол, Чукотка, это второй угол, там, северо-запад с Санкт-Петербургом, это другой угол, с Москвой можно считать. И вот Кавказ, четвертый угол. И вот какие бы войны раньше не были, там, японская русская война или там война Наполеона, Гитлера, всегда Россия могла отбиться, но у нее было одно слабое звено. Вот четыре скрепы, допустим, да, Петербург, Кавказ, Владивосток, Чукотка, четыре скрепы, они, в принципе, не преступные. Кроме одного. Вот когда мы видим вот эти коридоры, Оренбургская, Челябинский коридор или там вот этот Кировско-Пензенский коридор, фактически единственное место, где для России очень уязвимо, это со стороны Казахстана. Единственное, что Россия успокаивает, что Казахстан малочисленная страна, как Монголия, с низкой плотностью населения, но это единственное место, где геополитически и в военном плане Россия уязвима. И если бы здесь была бы такая же плотность, как в Европе или в Китае, или там просто в Иране, или в Индии, то такая страна представляла бы гигантскую угрозу для России, потому что только в этом месте и можно перерезать вот эти узкие коридоры. я вам покажу, вот именно которого показали коридор оренбургский, там узенькая такая змейка в Оренбурге, как раз в том месте в прошлом году были военные учения, самые масштабные за все мировые последние 50 лет, как еще анонсировали, в Оренбурге, там были войска всех постсоветских пространств, Азербайджан, Армения, Казахстан, Турканистан, я случайно как всегда оказалась на этих свидетелем, мы поехали в Соле-Лис в этот день, слава богу, пошел дождь, пляж уже замерз, там это все раздвижался и мы поехали в поле посмотреть на эти учения. Там ее смотреть можно 25 вертолетов одновременно все это, то есть военные вои, автоинспекторы, да, то есть ну и вот случайно я ведет мне, увидеть с твоими глазами, мы видели как эти эшелоны ехали, да, дорогу, мы видели как по этим дорогам там только машин там что-то мы по атрасам сами тащили периодически, ну поэтому я думаю если они значит готовятся к чему-то, чтобы никто не прорвал именно вот в том месте. А кто может прорвать? Казахстан? Вот они по неволе кому подозрений там давать? Россия, кого подозревать должна, что могут прорвать коридор? Афганистан? Тружественные, когда с Казахстана не могут только подозревать, больше некому. Афганистан? Афганистан, а где он? Он находится за Казахстаном, за Казахстаном еще Узбекистан, а за Узбекистаном Таджикистан, а за Таджикистаном Афганистан, это нереально. Поэтому я думаю, что здесь идет отработка больше на самом деле нападение на Казахстан. Это более реальное, более близкое, чем мнимый Афганистан, который находится через 3-4 страны. Получается, Казахстан же тоже участвовал в этих военных учениях? Ну, правильно. А что Казахстан? Чем может Казахстан помешать? Если 95% всех войск на этих учениях были россияне, а остальные по одной роте прислали, и они здесь просто как пешки, как свадебные генералы. И у них под носом, у Казахстана под носом производится учение. А чтобы казахи не волновались, мы вас приглашаем на эти учения в качестве участников. Казахи со своей ротой побаловались, посмеялись, выпили пиво на этих учениях. А учения проводятся на самом деле гигантской российской группировкой. Это китайцы? Нет, а что китайцы? Китайцы, тем более, здесь ничем помешать не смогут захвату Северного Казахстана, потому что Китай от этого Оренбурга находится за несколько тысяч километров. Так что в этом плане китайцы просто даже показывают элементарно, вот как мы можем сделать. Вы нас в следующий раз не беспокойте и не тревожьте. тем не менее Оренбург они перепугались от этих учений, потому что китайцы пришли. Это было для них... Ну это на самом деле Путин здесь все рассчитывает, потому что Китай не граничит с этим регионом России очень далеко. Очень далеко. А вы уверены, что они пришли? Ну ближайшее место, где Россия граничит с Китаем это Чита. А Чита от Оренбурга находится не знаю за 5-10 тысяч километров. Посмотри, они зашли в таком большом количестве, да. Ну в каком большом количестве? Примерно батальон. Ну не знаю. Китайский батальон. А рядом с китайским батальоном была две российские армии. Две российские армии и один маленький китайский батальон. То есть китайцы больше участвовали как гости. А вы уверены, что они ушли? Конечно, они ушли. Я не знаю. Они ушли точно. В этом плане не сомневайся. Другое дело, что для Пекина и для Путина очень интересная военная связка сотрудничества в плане того, чтобы Путин мог сказать мы с тобой военные братья. Если у меня что-то будет севером Казахстана, ты не волнуйся и не дергайся. мы с тобой все порешаем. Твой проект «Один пояс, один путь» будет бегать очень аккуратно и быстро. Самый лучший способ как обезопасить? Прижать врага к себе. Значит, Путин молодец. В этом плане он хитрец, молодец для себя, для русской империи, да. Но удастся ли ему до конца обмануть Казахстан и будет ли это легкая прогулка по северному Казахстану, я не уверен. У нас 29 бригад. 29 бригад, из них 15 боевые бригады. это еще при том, что у нас есть еще 16 бригад в прибавку к ним территориальной обороны. Это диверсионно-партизанские бригады по одной бригаде в каждой области. Вот если эти бригады сейчас будут развернуты, то тогда это будет очень легкая прогулка, будет примерно та же, как прогулка России по Чечне, только это в 10 раз больше Чечни. Я не думаю, что какие-то военные вообще события могут быть такие. А для чего создают гигантские армии? Скажите мне, Руфья, зачем создавать и тратить миллиарды долларов, если оно не выстрелит? Надо деньги возвращать. Вот когда ты деньги тратишь миллиарды на военную машину, помнишь, как у Чехова, если ружье висит на стене, то оно когда-нибудь выстрелит. Если тратить миллиарды на военную машину, то их тратит для того, чтобы она хорошо выстрелила. Поэтому у Путина по Казахстану долгосрочная задача, она жирной галочкой стоит. Вопрос только в том, когда это будет? В этом году или через пять лет? Ну, если я вам скажу, что элементарно в учебных военных частях стоят муляжи, не работающие старые машины, которые красят или надувные танки там, какие-то. Но это же ведь элемент военной маскировки, это элемент военной дезинформации, обмана. Ну да. Ну и плюс то, что я катаюсь через активенствовую, да, вот через Олимпетовку, да, Орск-Олимпетовка. Если там раньше строили наоборот такие огромные какие-то ну, завести машину, показать ее, снять полностью, да, таких сейчас вообще их нету, их убрали, наоборот, поставили, упростили проезд такого контроля досмотра полностью уже, то есть наоборот для Путина с учетом военного вторжения это не мешает, а помогает. То есть для вежливых человечков сегодня переедеться в гражданскую форму, приехать как туристы и готовить все схроны, тайники, в этом плане все хорошо и замечательно, я думаю. В этом плане хорошо. А я еще думаю еще об одном аспекте. Если вдруг это случится, не дай бог, то что может произойти с мусульманским миром, начиная от Ирана, Ирака, Сирии и других мусульманских стран, это раз. Второе, это тюркские страны, начиная с Турции, Азербайджана, Средней Азии, это два. Третье, это Центральная Азия, как единый регион, это три. Это мусульманские республики внутри России, Поволжье, Кавказ, Япутия, тюркские страны, тюркские народы внутри России, это проблема. То есть, с одной стороны, многие откажутся воевать в составе российской армии против Казахстана, а с другой стороны, многие будут против категорические протесты, пикеты, а может быть, даже какие-то участия помогать будут казахской разведке и так далее. И наоборот, сама казахская армия может стимулировать сепаратистские движения внутри России, национально-освободительные движения народов Кавказа, Поволжья и Сибири, может быть, даже помогать будут оружием, вооруженные какие-то восстания татар, башкир и так далее. То есть, в этом плане Россия получит очень интересные события благодаря этой войне внутри России полыхнет. Так что, может быть, даже это станет началом распада Русской империи с одной стороны и освобождение многих народов Сибири, Кавказа и Поволжья. Это будет обнуление. Обнуление, да. Путин себя обнулил как президент, потом обнулит еще и Русскую империю. Это не наш проблем. Ну да. В этом плане я думаю, что Путин может ускорить распад Русской империи, если он придет в Казахстан. И дай бог, чтобы это случилось с распадом. Но не хотелось бы войны никакой. Дай бог, чтобы был мир. И Казахстан войны не будет однознательным, потому что... Туда и бог. Это же не однознательно. Это может вам, конечно, заодно забавит для вас плохо, но на сегодняшний день, судя по воспоминаниям тех лет, если даже оговорился Владимир Владимирович, что все ушли и бросили там Россию, Россия сама первая вышла из состава СССР. Путина претензии должны быть меньше всего Казахстана. В этом плане я с тобой согласен. Более того, я смотри, вот я оппозиция, но я говорю, что у Назарбаева есть несколько положительных вещей. Первое, он ушел самым последним и он был самым сдержанным. И поэтому он дал меньше повода у русских, у России быть агрессивными Казахстану по сравнению с Азербайджаном, с Прибалтикой, с Грузией, с Украиной. Это раз. Второе, шаг за шагом Назарбаев ликвидировал значительную силу русского сепаратизма в Казахстане. Он перевел столицу из Алматы в Астану. Многие говорят по разным причинам, там Назарбаев называет все причины кроме главной, кроме русской причины. А русская причина была самой главной причиной для переноса столицы в русский север, который был русский демографический север, он его ликвидировал, растаял, там цвет другой стал, пошло пересень казахов с юга, с запада. И он поставил Астану, если вы не заметите, то на величем столком пустье. Один пояс, один пояс. Да, и он построил как раз выше Актюбинска идет сразу вверх поворот в Кустанай, и вот на уровне Актюбинска и Ускаменогорска он поставил на этой линии город Астану. И фактически Астана находится не в центре страны, а Астана находится на севере Казахстана. То есть на русской сепаратистской территории он ее туда поставил и она волнами стала распространять казахизацию казахов и в этом плане он ликвидировал в значительной степени сепаратизм. Он сделал то, что не сделала Молдова. Если бы Молдова перенесла бы в свое время столицу из Кишинева в Бендеры или в Рыбницы или в Дубосары, то и они бы подождали бы, были бы более сдержанными с молдаванизацией с языковой, чтобы они не пугали русское Приднестровье, то русское Приднестровье бы растаяло бы. Если бы Украина перенесла свою столицу поближе к Крыму, например, в Херсон, или поближе к Донбассу, например, в Харьков, Днепропетровск, то за 30 лет вопрос русского сепаратизма растаял бы. В этом плане Назарбаев нужно отдать ему должное, был мудрее. И он был может быть слишком сдержанным в языковой политике. Казахи до сих пор недоволен. Но он тем самым усыпил русского медведя, усыпил Ельцина, усыпил Путина, обманул разведчика, КГБшника, Путина обманул, обманул русский сепаратизм. У него была поддержка и есть Сянь-Зипинь. Сянь-Зипинь же сказал он где-то высыпал. Это тоже, да, но он очень крепко обнял этого русского медведя с этим ОДКБ, с этим Евразийским таможенным союзом, СНГ и так далее. Плюс еще дружил с Пекином, но главное он усыпил русского медведя. Он сделал так, что Путин только после Грузии, после Прибалтики, после Украины, после Абхазии, после Осетии начал задумываться про Казахстан. Но уже было поздно. В этом плане Петропавловск, Кустанай, Кустанай стали далеко не теми русскими городами, которыми они были в 91-м году. В этом плане Назарбаев обманул Путина и выиграл время. Это великий вождь. В этом плане да, я бы ему за это пожал бы руку. Для нас Назарбаев это ближайший султан нашей Средней Азии, да, как бы мы его очень уважаем. И он очень похож на башкира. Если даже наш первый главар Муртазак больше похож даже на Калмыка, то Назарбаев больше похож на башкира. Я тоже смотрю, рассматриваю, там вроде тоже черты киркские. Там нет такого. Ну да, и тем более это же ваш самый главный внешний сосед. Он ближе, чем Киргизия, чем Турция, чем Азербайджан, Узбекистан, Туркмения. В этом плане Казахстан для вас первый и главный должен быть союзник. Я думаю, что и для нас башки нотары Чуваши. Памятник Слава Кюлаева, да? Памятник Слава Кюлаева стоит на берегу белой Агидели и грозным видом значит это. А есть такие вещи, как у художников в какую сторону стоит угрожающим видом, да? Слава Кюлаева памятник поставить угрожающим видом Среднюю Азию. То есть надо развернуть его. Слава Кюлаев не воевал с казахами. У него родственники в казахстане. Баранта Карантая тут еще и бортовались со Средней Азии, да? Великий Шелковый Путь. С земли Слава Кюлаева это Челябинск власть, какая-то часть, да? Великий Шелковый Путь там проходил, Савар Абин там, Миталургия там была. И вот его почему-то поставили памятник грозным видом на Азию. Он воевал с Западом. Кстати, у вас же с казахами. Я тебе даже скажу по секрету. Вот у меня одна из первых моих девушек была башкирка в Казахстане. У меня скучно разы украли казахи в 80-м году. Да? Вот. Еще у вас же там есть политик башкирского национального освободительного движения. Казах. Айрат, по-моему, да? Айрат Мухаэтов? Да. Он сидит в тюрьме, по-моему. В Самаре, да. 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 Но суд по нему уже случился? Уже приговор вынесен или еще не идет? Идет. Вчера только озвучили новую статью, вышло, что следователь не смог объяснить, что такое межнациональная рознь. Ага. Понятно. Как это? Ну, несмотря на это, я думаю, что российский суд успешно его осудит, не имея никаких доказательств. Там это дело сфабрикованное, насколько я вижу, да, это дело раскачивает именно конфликт с Кемясово, первой, ну, как бы, столицы, официальной столицы Башпургистана, при Ахминзаке Валидовске, да, там сцепились башкиры Чеченской диаспоры, которые приехали там на заработки. Раздули как межнациональный конфликт, Айрат Ахминзаквич приехал только на второй день. Там в первый день была я сама. Там сначала были драки на следующий день, а первый день там конфликт случился. Конфликт зрел правда целую неделю. Там какой-то чеченский мужчина ножом угрожал девушке, который продал шаурмой, а шаурма была хозяйская, не ее лично, она просто продавец, они спросили шаура у нас какого мяса, а там полисквинина была, они ее ножом поугрожали, потом целую неделю писали угрожающие записки. После дискотеки молодежь собралась и разбомбила их летнюю лагеря они были и ребята чеченские ушлят. Но, естественно, одного пырнули ножом, другого в ногу, в бедро, по-моему, и которого пырнули ножом, естественно, сейчас он инвалидный. И приехали ребята из БО Башкорб, а на второй день только приехал Дильмухаметов, чтобы рулить ситуацию, и он вообще там никакого, он приехал только на самую последнюю стадию разговора и его притянули за их. Хотя он по сути там ну... А что вообще там с организацией вот с башкирским национальным движением? Его запретили, признали экстремистским, какие-то продвижения идут по этому делу? По-моему, мы встречались с ними пару дней назад, мы поим встречались и с Ильнар Галином встречались, были на флешмобе по Куштал. Куштал, это у нас Шиханы, которые хотят разработать, Коберов там вырос на Куштал, мама с этой деревней Курняк, и он продал ее. То есть он практически продается земля в матери, вот, насколько вот это уже грязно пошло, как сутенер. Фаэль, у них дело, сейчас дело пока о признании экстремизма, если они признаются, потом пойдет на список 60 человек, где-то ребят, подготовить, каждую деревню, району понятных человек по всей башке около 60 человек, и то есть пойдет уже по экстремизму будет ребят привлекать. То есть если этот режим не спарится срочно времени, то есть на этих ребят кого-то демонстративно для линчевания и бичевания посадят на какие-то большие сроки. Альфия, а вот смотри, вот то, что в Хабаровске уже пятый день идет митинги, и причем Росгвардия там ничего не может сделать, потому что там местная милиция, полиция, они все втихаря с народом, и никто никого не арестовывает, и образовывается какая-то, знаешь, зона свободной демократии, свободной территории, куда Путин толком никак не может пятый день зайти. Это может иметь какие-то последствия для Путина в будущем, для других областей, регионов России. Уже вышла где-то информация, что они задействуют для порядка и режима китайской народной милиции. Насколько это правда, я еще не знаю. Нет, я не верю в это. То есть Суфей, конечно, судя по тому, как они в Оренбурге китайцы военные проходили, я очень сомневаюсь, но по-моему мы на стаде какого-то очень грандиозного изменения, перемен, поэтому я лишний раз не скажу, но население на самом деле устало вранью за 30 лет этому режиму верить и рейтинги поднимать, хоть как рейтинги рисовать, уже веры им нет. Поэтому я говорю, если они хотят даже, и это на самом деле угроза целостности государства, территориально. Это невыгодно для проекта «Один пояс, один путь», который за планирование через Среднюю Азию, через Китай, естественно, мы тоже рассчитываем на этот проект, чтобы зарабатывать. В завершении нашего разговора, который длится уже час и 11 минут, Альфия, я хочу тебе сказать, подумайте всерьез в Башкирии над проектом «Умное голосование». Вот то, что сделало ЛДПР в Хабаровском крае, в Хакасии сделали, в Иркутской области, в Москве. Голосовать за любую партию, кроме правящей, кроме «Единой России». Вот такой путь, он, в принципе, может ускорить падение диктаторского режима Путина. Подумайте над этим, создавайте армию наблюдателей, как это делается сейчас в Белоруссии, в Казахстане создалась уже армия наблюдателей. Я думаю, вам нужно брать пример и пытаться повернуть ситуацию непосредственно через Башкортостан. Ну, посмотрим. Ну, я четко к это... У нас есть небольшая группа, мы покажем пример свой. Мы в следующий раз попробуем с вашими активистами выйти и попробовать все это рассказать, как это можно сделать и как мы это сделали. И сейчас мы, казахи, снова будем этот вопрос решать, чтобы Нуратан, наш казахский вариант «Единой России», мы будем его свергать в местных и парламентских выборах. Попробуем показать им Кузькину мать. Удачи вам. Счастливо. Альфия, рахметь сезге. Сау болу. Папа, Папа. Папа. Продолжение следует...